Ааа, жесть! Ну и вонь! Привет, это бродяга Фишай! Мы находимся в Вапе, в самом грязном городе Индии и в одном из самых грязных городов мира. Более тысячи заводов как-то, возможно, вообще расположены на территории города. Куча всяких вредных выбросов в атмосферу, а содержание ртути в грунтовых водах в сто раз превышает норму. У жителей города очень низкая, средняя продолжительность жизни, 35-40 лет, куча врожденных мутаций. Но вот дети, тем не менее, купаются в озере. Бро, извините, не опасно, чтобы водить здесь? И в воде нердз. Нердз? А, нердз. Кажется, они не считают, что здесь опасно купаться, но я думаю, у них просто нет другого выбора. Вообще, этот безымянный канал отделяет Factory District, это фабричный район, от совсем уже края города. Ну, пойдемте посмотрим, как они там живут. Вот такие дома без отделки совершенно. Люди все на меня осматриваются жестко. Вряд ли тут когда-либо ступала нога белого человека. Слева такая разруха, а справа симпатичный балкончик с клиточкой стены обитой. Это, знаете, такая деревня на окраине города. У нас тоже такое часто бывает. Интересно, мечтают ли местные, что их когда-нибудь переселят в многоэтажки. Я привлекаю очень много внимания окружающих. За моей спиной вы можете наблюдать такие одноэтажные бараки. Я так понимаю, большинство местных живут именно в них. Вот, посмотрите вокруг. Все на меня смотрят. Ну, реально какой-то странный белый, который крутится. Тут вообще непонятно зачем. Снимает что-то. Вернулись к каналу. Сейчас пойдем туда, в район фабрик. А за ним уже будет основной город, центр. Вот мужик стирает вещи. Вот такая свалка. А мы идем дальше вдоль мутной реки. Я вижу впереди мост. Мы завернем направо. Переходим через мутную реку. И оказываемся в индастриале. В чистом индастриале. Впрочем, здесь тоже живут люди. Вот внизу какой-то цех по работе с металлами. А сверху еще два этажа жилых квартир. Вот такие широкие улицы, очевидно, для грузовиков. Вокруг заводы. Вообще население в АПИ 70 тысяч человек. И не похоже, чтобы кто-то рвался отсюда. Камни горят ярко-синим цветом. Что-то, короче, они плавят тут прям на дороге. А вот сразу и локалочка. Хеллоу, ты делаешь масалу-чай? А? Масалу-чай. Чай. Чай. Но? Даже чайку не выпить. Что сделала? Отказали в обслуживании без объяснения причин, короче. А вот посмотрите, какой на пути нам попался красивый завод. Я реально испытываю какое-то эстетическое наслаждение от всех этих внешних труб. И вот там гигантские колбы видны внутри между этажами. Напоминает какой-то криповый конструктор. Наверное, внутри жарко, поэтому нет стен. Забавно, что здесь можно просто вот так ходить. У нас обычно такие территории строго закрываются. Там блокпосты на въездах. А здесь все свободно. Ну, естественно, здесь не только заводы. Вон. Жилые дома. А, хотя нет, я ошибся. Это жилые дома как раз вот с той деревеньки, куда я заходил. Вот этот канал. Пойдем обратно. Очень жарко. В Апи практически такой же климат, как в Гоа. Но сам Вапи находится всего лишь в 200 километрах от Мумбаи. На том же самом западном побережье Индии. Если вам это о чем-то говорит. Ну, Индия, она же практически как Америка. С левого, да. С правого, да. Вот мы находимся на левом побережье. Обратите внимание, раздельный сбор мусора. Бутылки отдельно. Реально, в индустриальном районе чище, чем в жилых. А тут что-то готовят. Hello. Do you make some food? Yes, yes. What do you want? Yes, yes. Egg biryani I also have and chicken biryani also have. Chicken biryani? Yes. Kidna? Fifty. Chicken biryani fifty rupees? Only fifty rupees. Is it good chicken? Yes, sir. You see, it's fresh chicken. Fresh from Wapi? No, no, sir. We only go and cutting. Okay. You can touch it. Oh, show me. Very hot. You can touch. At least it's hot. Uh-huh. All total finished, but it's hot. Okay. You can see. Thank you. I go there. Yes, sir. Yes, sir. Bon apetit. Do you want two eggs? Two eggs. Okay. You can see it. Thank you. I need some spoon. Spoon, spoon. Ah, but spoon is not there. I can't eat by hand. Yes, yes. What is this, guys? This penny from where? It's a bisleri. You need bisleri. This one. Do you want the bisleri so I can buy it for you? No. Mm, реально хорошая вода. Никакого вкуса не имеет. Во, еще водички принесли. Смотри, сколько там куриц в этом, бирианик. За 50 рублей. Нигде таких цен не встречал. Чая только почему-то у него нету, но вот можно кофейку налить из трубы. Hello. Do you make chai? Yeah. Chai. Chai. One, please. Big. Very big. Glass. Full power. Namaste. Namaste. Ваше здоровье. YouTube. YouTube. Excuse me. Excuse me. Такие тут вообще непонятные строения. Ну все, хватит на сегодня заводов. Вон там, смотрите, уже жилые кварталы. Вот и наша мутная река, совсем с другого боку. То есть она опоясывает фабричный район. Вот тут такие дома. Вот такие дома. Решетки на окнах. Магазины на первых этажах. В принципе, когда долго живешь в Индии, такому уже совсем не удивляешься. Это портал. Все, мы оказываемся в цивилизации. Это дорога, ведущая в центр города. А тут еще один портал. Давайте раскочим в него. Тут у нас индийские пятиэтажки. Я так понимаю, более-менее благополучный район. Какой молодой вапиец не мечтает купить себе здесь квартирку, через дорогу ходить на завод, завести семью, детей, раз в пару лет на выходные ездить в Гуа. Такие достаточно взрослые ребята, походу, из универа возвращаются. Мусор на фоне. А вот совсем школьница. А я пришел на газовую станцию. Вот, смотрите, такими баллонами пользуются по всей Индии. HP газ. О, отработанный материал. Целая фура, походу, этих баллонов. Ничего не понятно, но интересно. Саншайн-сити. Входим в солнечный город. Забавно, получается, на входе в каждый район города стоят такие ворота. А, вот меня отсюда выпроваживают сразу же. В солнечном городе не до туристов. Смотрите, какая классная свалка. Прямо во дворе. Это были какие-то штуки из магазина. Но их больше нет. Только у Поповки остались. Бык прямо в городе. Козлики кушают зелень. Тут совсем другие пейзажи. Картинка меняется каждые пять минут. Видимо, какие-то заводы по переработке. Вот, например, картона. А тут что? Пластик. Тревел-блогер везде помойку найдет. Ну, а в АПе в нее забредаешь совершенно случайно. Как отсюда выйти? А я и не понял сразу. Посмотрите, женщина разрывает маски. Экскюзми, экскюзми. Не знаю, что-то мутантов никаких не видно. Нормально здесь все. Сан-Сити Тавер. Индийская десятиэтажка. Помидорчики, капустка. Тут дальше стручки, редиска. Это локал или вегетабл? Локал? Вегетабл? Мэйт ин в АПе? О, струбери. Китна. Калисторик. Слой-крупи? Глайн. Фабрики в АПе производят высокотоксичные красители, чернила, отбеливатели, пестициды, медикаменты, хлор. Я очень надеюсь, что эта клубничка тоже не местная. А вот смотрите, сколько гигантского кишмишевого мужика. Китна 1 кг. 100 кг. 100 кг. Это локал? Настик. Настик? Пожалуйста, 0,5 кг. Цены по всей идее одинаковые вообще. Вот так. С довесом. Красава, мужик. Какими-то непонятными окольными путями я вышел на главную трассу, которая ведет в центр. Вот там город, а мы гуляли вот там. А там железнодорожный вокзал. Проходим под мостом. И нас забивает тук-тук. Зашел перед вокзалом просто в банкоматной путьке постоять с принцессонером есть. И не воняет ничем. Лучшее место, где я мог сейчас оказаться. Вот так выглядит в Апи с высоты железнодорожного перехода. Вот за этими людьми приехал автобус. Ой, какая расточенная борьба находит. Все хотят съесть. Дети в последнюю очередь. Жесть! О! Народ на тракторе ездит, смотрите! полицы! Вот это доставка людей, я понимаю. Where are you going? на тракторе ездит, там борьбу, на какие ваши сходи spear Можно сказать? Коммуникация с днём. 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 Окей. Поехали. 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 Сесть надо, да, чтобы не вывалиться похоже. Отлично. Вот это я вписался в трактор. Ща, блин, покатаемся. Чё, куда едем, вообще не знаю. Ни один банкомат не выдаёт кэша. Билеты на поезд закончились. Бля, жёстко. Это было жёстко. Всё, наездился, короче. Слазим. Пожалуйста, не двигайтесь. Поехали. Окей? Окей. Намасте. 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 Намасте моди. Поехали. А автобусная остановка, похоже. Нормально. Вместо того, чтобы выбрасывать мусор, просто его сожгли. Это ние. Прицените какие, горчичные многоэтажки. а перед ними храм кажется совсем маленьким лапы какого-то зверя и разобранные тачки какая-то улица металлоломная а вот такой забавный джип кабриолет без сидений правда это не металлоломная улица а мода автостроительность это уже район перед железнодорожным вокзалом перед вокзалом всегда творится дичь но в городе ваты это такой же район как и все остальные какое-то кирпичное строение вообще кто-нибудь живет вот во дворе у них просто кипы мешков чего за мешки целый бобик нагрузили а нет этот бобик кажется уже никуда не поедет просто куча мешков аутентичненько здесь ну и солнце садится индия обретает свои классические тона будут смотрите тачки во дворе какой-то коттедж здесь бедность богатство в индии находится плечом к плечу стена к стене судя по количеству вещей которые сушатся на балконах можно догадаться сколько людей живет в каждой из этих квартир вот дяденька так бодренько накачивает велосипед свой рыбу тут продают напротив детская площадка здесь играют со щенятами такой гарный тоннель люди из него выезжают накипаются для мотоцикла в чистое вот тут такой живой памятник корове но вообще это привокзальные пустоши вот железнодорожный вокзал а тут вот такой нелегальный переход а вот этот тоннель сверху даже кусочка открытого неба есть народ гонит очень внимательно никто не хочет темечком тирануться потолок а вот чуваки идут пешком отличная идея парень мне чтобы поверх пройти спокойно надо туда переться блин в тоннель хотя кто бы говорил я сам был в наносекунде от принять все решения там пройтись однако жизнь есть и по ту сторону рельс такие даже исторические здания храмы древние возможно это что-то типа старого города и здесь как раз таки нет никаких заводов потому что все было построено еще до промышленной революции там получается черная семья коров а тут белая семья коров вот тут уже совсем приличные дворы дома улицы такие убраны мусора нет сразу чувствуется новый последний рубеж преодолеваем кабан калитка hello ага я туда я не понимаю, извините намасте 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 партия намасте 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 одни коттеджи мне вот интересно это те же пацаны или другие они как будто меня преследуют вазов камера я не знаю эти дети что-то от меня хотят получается я зашел с черного хода в такой закрытый райончик я не понимаю, брат я не понимаю с этого конца города мы видим те же одноэтажные бараки самые разные дома но хорошо что нет никаких заводов так что если когда-нибудь надумаете все-таки переехать в ВАПе на постоянку жить здесь и работать то вот именно жить лучше на этой стороне а ездить на работу туда в промзону это что еще за веселый мороженщик what is it? one for me please чёрт лучшая сладость которую я здесь пробовал вообще запомните этот фургончик рациональное использование выбитых плиток урны для сжигания мусора ганай пути поле для крикета в 7 часов вечера в 12 я вышел и вот в 7 часов уже гуляю без остановки ни одной белой рожи огни вечернего города напоминаю население ВАПе 70 тысяч человек но такое ощущение что все эти люди сейчас вечером вышли на улицу так жизнь кипит город живет несмотря на всякие рейтинги народ здесь особо не отличается от всей остальной Индии статистика говорит об обратном Но жертвы статистики спрятаны от наших глаз. Баби не отпускает. Тупо нет никаких поездов отсюда в сторону Гуа, хотя бы до Мумбаев. Ничего нет. Пойду на трассу, попробую автобус поймать. Спросил у копа на перекрестке, откуда тут басы отходят. Он тормознул первую же рикшу, и за 10 рупий посадил меня вот к другому пассажиру. Все рады, все счастливы. Скоро я буду на трассе. Большая удача за три сотки в маршруту прыгнуть. Прощайте, заводы в Айпийске. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...